Инновационный подход к трудной нефти, развитие современных технологий искусственного интеллекта, сейсморазведки и извлечение запасов черного золота в сложных геологических условиях обсудили в Уфе. Конференция научного института РН Башни Пенефть собрала более 700 представителей топливно-энергетического комплекса и ученых со всей России. Дискуссионная площадка работала 4 дня. Подробности далее. Доля нестандартных запасов нефти в России составляет примерно 65%. Ее добыча требует особых усилий, инвестиций, ну и технологических решений. Отвечая на современные вызовы, Роснефть представила свои инновационные цифровые разработки. В настоящий момент нашими разработчиками уже создано более 15 технологий, которые уже опробированы и внедряются в дочерних обществах компаний. С помощью этих технологий мы уже повысили продуктивность скважин в более чем в три раза. Технологии искусственного интеллекта необходимы как для работы с большим объемом информации, так и в условиях неопределенности. Алгоритмы просчитывают тысячи вариантов и помогут в случае необходимости быстро и качественно принять инженерные и управленческие решения. И зачатки архитектуры и искусственного интеллекта появляются уже сегодня. Причем нефтяная отрасль в этой области в авангарде. Всегда нефтяная отрасль была связана с цифрой, с моделированием. Просто потому, что продукт нашего труда, объект нашего труда, нефтяной пласт, он находится в двух километрах под землей. Мы его не видим. Просто не видим и не слышим. Поэтому что-то получить, какую-то информацию мы можем только путем математического моделирования и обработки косвенных каких-то замеров. В гонку за прорывными технологиями активно включили специалисты РН «Башни Пенефть». Они разрабатывают собственные инновационные продукты. На конференции представили модель машинного обучения, которая эффективно подбирает скважины кандидаты для проведения гидроразрыва пласта. Инновационная разработка основана на современных вычислительных алгоритмах и способна обрабатывать большой объем данных, включающий более 600 геологофизических и промыслово-технологических параметров. В целом технологии искусственного интеллекта в наукоемкой линейке программного обеспечения «Роснефть» используют с 2020 года. Мы достигли определенных успехов в применении технологий в нашем софте, которые делают наши продукты удобнее для пользователя, более быстрыми, более технологичными. Так, например, в РН «Сейсмо» мы применили технологии искусственного интеллекта для выделения тектонических нарушений. И результаты показывают то, что эти автоматизированные алгоритмы делают свою работу на уровне лучших экспертов компании. Разработчики наукоемкого ПО продемонстрировали 17 программных комплексов. Протестировать их можно было здесь же. Впервые на конференции состоялась серия турниров с применением цифровых тренажеров, созданных на базе программного обеспечения «Роснефти». Все желающие могли испытать свои знания и навыки в роли главного геолога, нефтедобывающего предприятия и геонавигатора. Равиль Ватолин, Маргарита Гафарова, Ильга Мцелемьянов, РБК УФА.